МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Последняя четверть августа не баловала нас мировыми премьерами, зато в России автомобильные новости буквально фонтанировали. Владимир Путин открыл основную часть главной крымской магистрали – трассу Таврида и заодно анонсировал строительство платной автодороги в Екатеринбург. Правительство России разрешило регистрировать автомобили в многофункциональных центрах моей документы. Москва окончательно отказалась от статуса троллейбусной столицы мира и закрыла последние маршруты. Тем временем вступил в силу обновленный закон об ОСАГО. В Калининграде начали выпуск четвертого поколения Киа Соренто, в Нижнем Новгороде готовятся к выпуску лифтбэков Шкода Октавия, а китайская марка Черри расширяет палитру импортных кроссоверов Тига. В Крыму открылась трасса Таврида, которая становится главной автодорогой полуострова от Керченского моста до Севастополя, мимо Феодосии, Симферополя и Бахчисарая. Протяженность новой магистрали составила 251 километр, но будут еще 8. Шоссе от севастопольского пригорода Инкерман до, собственно, въезда в город реконструируют к концу 2023 года, хотя есть шансы реализовать проект на год раньше. В итоге получается современная четырехполосная дорога, ради которой возведены 95 мостов и путепроводов, созданы 18 транспортных развязок, а также построены 30 надземных пешеходных переходов. За рулем бронированного седана «Аурус Сенат» по новой трассе лично проехал Владимир Путин. Пошутив, что хочет избежать штрафов, президент пристегнулся ремнем безопасности. Два года назад, открывая Крымский мост, глава государства ремень проигнорировал. Впрочем, в этом не было нарушения, так как объект не являлся дорогой общего пользования. Общаясь с министром транспорта Евгением Дитрихом, Владимир Путин поручил за четыре года закончить трассу М-12 между Москвой и Казанью. Для этого в общей сложности выделят 650 миллиардов рублей. Магистраль протянется примерно на 800 километров, хотя ее точный маршрут еще не определен. Проблемным остается обход Владимира, где местные жители протестуют против всех предложенных вариантов трассировки. Ранее предполагалось, что столица Татарстана станет финальной точкой дороги, но теперь выяснилась интересная деталь – платная М-12 будет иметь продолжение. Чтобы связать Урал с Европейской Россией, магистраль продлят до Екатеринбурга. Но этим строители займутся только после 2024 года. Вот уже на протяжении двух лет столичные водители могут регистрировать свои автомобили не только в ГИБДД, но и в трех флагманских офисах «Мои документы». Хорошие новости! В обозримом будущем офисов, оказывающих эту услугу, станет значительно больше. Соответствующее распоряжение уже подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Пилотный проект по регистрации авто- и мототехники во флагманских отделениях МФЦ признали успешным. И глава Кабмина разрешил распространить практику на другие офисы. В центрах мои документы можно будет как ставить, так и снимать с учета транспортные средства. Правда, список дополнительных отделений, оказывающих услугу, пока не сформирован. В правительстве лишь уточнили, что к проекту подключат офисы с территориями для осмотра машин. Получить услугу может любое физическое лицо. Документы потребуются те же, что и в ГИБДД. Гражданский паспорт, договор купли-продажи или иная бумага, подтверждающая право владения транспортным средством. А также полис ОСАГО, диагностическая карта, ПТС и чек об оплате госпошлины. В настоящее время можно получить данную услугу, зарегистрировать транспортное средство, в трех флагманских офисах в Южном административном округе, в Центральном административном округе и в Юго-Западном. Для того, чтобы получить необходимую услугу, необходимо предварительно записаться на портале мост.ру, либо на сайте госуслуг, подготовить необходимый комплект документов, а государственную пошлину можно оплатить непосредственно в МФЦ. Процедура регистрации автомобиля, мотоцикла или прицепа в МФЦ занимает около получаса и почти не отличается от таковой в ГАИ. Автовладелец записывается на прием, во время визита заполняет заявление, проходит осмотр машины, получает комплект номеров, ПТС с несенными отметками и новый СТС. Услугу оказывают сотрудники ГИБДД. Для них во флагманских центрах моей документы выделен ряд отдельных окон. Инспекторы работают по графику МФЦ, то есть ежедневно, с 10 утра и до 10 вечера. Когда проводить регистрационные действия начнут в других офисах МФЦ, пока неизвестно. Впереди межведомственные согласования и подготовка отделений к расширению функционала. В Москве завершилась 86-летняя история троллейбуса. Власти столицы решили оставить один ностальгический маршрут длиной около километра, по которому будет кататься пара ретро-машин. На остальные линии уже вышли автобусы и отчасти электробусы. В лучшие годы в Москве работало 2000 троллейбусов, а до позапрошлого года на линии выходили 1200 машин. Электробусов для их замены нужно в полтора-два раза больше, ведь батарейные машины простаивают на зарядке. И для водителей это время считается рабочим. Сейчас в парке Мосгортранса числятся 460 электробусов. Зимой должно быть 600, а к 2024 году – 2600. Если отчитывать массовое закрытие троллейбусных маршрутов с 2014 года, то на полное замещение их электробусами потребуется более 10 лет. И лишь затем электротранспорт снова начнет развиваться. Сейчас в Москве около 6500 больших дизельных и газовых автобусов. И вопреки мировым тенденциям этот парк только растет. Именно автобусы освоили большинство старых троллейбусных линий. Между тем, каждый электробус стоит 33 миллиона рублей. В 2-3 раза дороже современного троллейбуса или автобуса. Легко подсчитать, что закупки батарейных машин обойдутся Москве примерно в полтора миллиарда долларов. Кстати, зимой электробусы отапливаются дизельными печками евро-0. Поэтому идеология нулевых выбросов на практике весьма условна. Отдельный разговор – инфраструктура. Ведь зарядные станции недешевы, а сами батареи придется утилизировать через 7 лет эксплуатации. Впрочем, формально город платит только за технику. Ведь контракт жизненного цикла уже включает 15-летнее сервисное обслуживание. В любом случае решение принято. Фанаты троллейбусов справили своеобразные поминки, а списанную технику по традиции раздарят регионам. В России начал действовать закон, который позволяет страховым компаниям применять индивидуальный подход для каждого клиента при заключении договора ОСАГО. Но, забегая вперед, отметим, что событие произошло только на бумаге. Согласно новому документу, теперь страховщики могут учитывать наличие детей, характеристики автомобиля и даже статистику аварийности для этой модели. Конкретную методику расчета продавцы полисов опубликуют на своих сайтах. Вдобавок, закон предлагает применять повышенный тариф за наличие грубых, неоднократных нарушений правил дорожного движения. Это проезд на красный свет, выезд на встречную полосу, превышение скорости более чем на 60 км в час. Правда, страховка подорожает только если проступки были зафиксированы живым сотрудником ГИБДД, а не автоматической камерой. А вот попавшиеся на пьяном вождении точно схватятся за кошелек. Если человек был лишен водительского удостоверения по нетрезвой статье или покинул место аварии, к нему будут применяться повышающие коэффициенты. К слову, прежние коэффициенты, территории, возрасты и прочее никуда не денутся. Но их влияние на общий тариф заметно снизится. Ведь новые данные по водителям дают куда большее пространство для маневра. А теперь о российских реалиях. Удивительно, но вступление закона в силу не означает, что компании уже применяют новые тарифы. А все потому, что Банк России не опубликовал указания, которые непосредственно ведет систему. Без этого страховой рынок не может сделать ровным счетом ничего. Но долго Центробанк молчать не будет. И вскоре полисы от разных компаний будут стоить по-разному. Переходим к автомобильным новинкам. На российский рынок готовится выйти свежее поколение пятидверки «Шкода Октавия». Цены мы узнаем в середине сентября на официальной презентации. Пока лишь заявлено, что топовые опции вроде матричной оптики, кругового обзора и адаптивного круиз-контроля будут и у российской версии. Об универсале не сказано ни слова. В Нижнем Новгороде на мощностях газа сейчас налаживают выпуск исключительно лифтбеков. Их начнут отгружать дилерам только под занавес года, так как ритмичная сборка не стартует раньше октября. Что касается двигателей, то самый хитовый вариант 110-сильный атмосферник 1.6 останется под капотом. Неудивительно, его выпускают под Калугой, поэтому поголовно ставят на «Шкоды» и «Фольксвагены» российской сборки. В пару этому двигателю положена пятиступенчатая механика или шестиступенчатый автомат. Также останется 150-сильный турбомотор. Для таких машин стандартной будет шестиступенчатая механическая коробка передач. Но впервые вместо преселективного робота компанию ему составят восьмиступенчатый автомат. А топовым станет двухлитровый двигатель мощностью 190 сил. И вот ему уже приготовлен семиступенчатый преселектив. Калининградский завод «Автотор» наладил сборку четвертого поколения «Киа Сорента». Локализация будет минимальной. Автомобили собирают крупноузловым методом из готовых машинокомплектов без сварки и окраски кузовов. Хотя ради этого проекта заводу пришлось закупить новое оборудование для программирования электроники. Базовая версия со старым 180-сильным атмосферником 2.5 и шестиступенчатым автоматом. К слову, точно такая же связка полагается свежей «Санате». Второй агрегат – абсолютно новый турбодизель отдачей по 200 сил. С ним агрегатируется не классический автомат, а восьмиступенчатый преселективный робот. Другие подробности будут озвучены совсем скоро. Ведь уже пора начинать продажи. Но если российский «Соренто» будет только бензиновым или дизельным, то для Европы впервые создан подзаряжаемый гибрид. Он построен вокруг 180-сильной турбо-четверки объемом 1.6. В шестиступенчатый автомат встроен 90-сильный электродвигатель. Так что суммарная отдача тандема – бодрые 265 сил. Напомним, что у «Соренто» будет и простой гибридный вариант. Совсем крошечной батареи в полтора киловатта. У подзаряжаемой же версии аккумулятор довольно емкий, но пробег на электротяге пока засекречен. Зато Kia замечает, что наличие батареи под полом багажника уменьшило отсек только на 10 литров. И семиместный салон сохранился. Седан Lexus ES впервые примерил систему полного привода. Ее взяли от родственной Toyota Camry. Так что для привода задних колес использована электромагнитная муфта, способная переварить до половины крутящего момента. Увы, но вместо солидного V6 такому Lexus полагается лишь атмосферная рядная четверка с 8-ми диапазонным автоматом. Зато трансмиссия 4х4 не повлияла ни на объем багажника, ни на простор салона. Кроме того, для этой версии доступен пакет F-Sport, в котором входят спортивный декор, усиленный кузов и адаптивная подвеска. За океаном полноприводный ES появится через месяц-другой. А там, если повезет, нетривиальная модель доберется до наших широт. Самым дешевым кроссовером Cherry в России стал Tiggo 4 в новой, упрощенной версии. Ей полагается полуторалитровый атмосферник, с которым могут быть состыкованы механика или вариатор. Но будьте бдительны, такая четверка будет ехать иначе, нежели старшие собратья. К новому движку полагаются полузависимая задняя подвеска, электрический усилитель руля, плюс бензобак объемом 51 литр вместо прежних 57. Еще более дешевым может стать Tiggo 2 Pro. Под таким именем к концу года нам обещают привезти только что обновленный в Китае кросс-хэтчбэк с замысловатым именем Tiggo 3X+. За приставкой плюс скрываются новые внешности салон. По дизайну младший из паркетников Cherry теперь напоминает свежий Tiggo 7 второго поколения. Интерьер тоже изменен. Китайцы не пожалели поставить другую переднюю панель, в которую вписан 9-дюймовый тачскрин медиасистемы. И, конечно, не обошлось без внедрения современной ездовой электроники. Система стабилизации стала стандартной. Стояночный тормоз обрел электропривод и так далее. Под капотом появился более современный атмосферник, а вместо автомата занял вариатор. Несмотря на общемировую агонию седанов, G.L.E. готовит красивую четырехдверку под названием Preface. То есть пролог или предисловие. Впрочем, в плане техники это скорее очевидная глава. Preface построен на платформе CMA, которую уже эксплуатируют Volvo XC40, G.L.E. FY11 и автомобили марки Lincoln Co. Preface получился чуть крупнее седана Volvo S60. Единственный силовой агрегат, двухлитровая турбо-четверка и восьмидиапазонный автомат. Привод только передний. Машина напичкана современной электроникой, а Питер Хорбери нарисовал нетривиальный дизайн. Получилось стильно, технологично и, хочется верить, недорого. Пожалуй, у нас эта модель могла бы бросить вызов вечному лидерству Toyota Camry. Продолжение следует...